Всем привет! Сегодня я буду оформлять свой ежедневник на май месяц и заодно немножко поболтаю о том, что я в нем изменила, как я продолжаю его оформлять и почему, какие блокноты я веду и просто поделюсь некоторыми своими мыслями. У меня на канале уже накопилось много видео, связанных с блокнотами, рисованием, ежедневниками и если дело касается именно Bullet Journal, то уже много лет я все оформляю наклеечками и коллажами из своей специальной папки, где у меня хранятся разные вырезки из буклетов, какие-то найденные стикеры, сделанные что-то своими руками. Про свою коллекцию стикеров я рассказывала тоже в отдельном видео, прикреплю на него подсказку. И вот эта вот бордовая папочка, она всегда там же, где и мои блокноты. Где-то 3 или 4 года назад я часто оформляла блокноты своими рисунками, иметь в виду блокноты ежедневники, куда записываются дела, задачи, цели, идеи. Я своими рисунками оформляла их и это не всегда удобно, потому что если ты хочешь сделать что-то красивое, это занимает много времени. И к тому же бумага в таких вот ежедневниках с планированием, бизнес-блокнотов такого рода, бумага не совсем подходит для карандашей, фломастеров и тем более красок. Поэтому я выбрала самый удобный и творческий способ оформления, это вот такие аппликации и где-то даже скраббукинг. Не буду врать, большую часть вдохновения я беру из пинтереста или инстаграма. У меня есть аккаунты там и там и в инстаграме есть специальный аккаунт с моими рисунками и блокнотами, где подписано только на иллюстраторов и художников. И всегда, если я встречаю классную идею, которую легко, мне очень важно, чтобы это было легко воплотить в жизнь, то я это перенимаю и использую потом в своем ежедневнике. Из-за аппликации и такого оформления ежедневник становится достаточно пухленьким и раздувается в размерах, но мне это очень нравится, потому что это для меня такой показатель, что я этот блокнот использую, много в нем пишу и выглядит это очень классно. По планированию моя схема с начала года осталась неизменной. Разворот на неделю, далее страница с привычками, с книгами, играми, фильмами, с целями на этот месяц и с тем, за что я полюбила этот месяц. Привычки понятны, цели понятны, пункт, за что я любила этот месяц, здесь, конечно, такая ностальгия, если случается что-то важное и значимое воспоминание, чтобы потом, в будущем, когда я перечитывала этот блокнот, меня захватили эмоции и я окунулась в этот месяц и в то время я выписываю самое важное сюда. И на май я изменила страницу книги и фильмы на книги и игры, потому что в начале апреля я полностью воскресила свой старый аккаунт на сайте Кинопоиск, на который я не заходила с 2012 года, и оценила всю тысячу с лишним фильмов, просмотренных за свою жизнь, и теперь буду вести этот аккаунт дальше и заполнять все туда. А книги и игры буду выписывать здесь. Игры имеется в виду, конечно, что-то Индии или вдруг что-то новое я узнаю, потому что играю в компьютер довольно часто. Несмотря на то, что сейчас карантин и самоизоляция, мне все равно находится, чем заполнять свой ежедневник, что туда записывать, потому что все равно есть дела, даже если они домашние, все равно есть идеи, потому что творчество не прекращается никогда, все равно есть планы и мечты, связанные с будущим, и все равно читаются книги, смотрятся фильмы и играются игры. Мне всегда еще с детства нравилось документировать свою жизнь, так я оставляю свой след в этом мире, так я могу взглянуть со стороны на то, как я живу, на то, какой я человек и на то, как я меняюсь. Май, наверное, мой самый любимый месяц. В конце мая у меня день рождения, и вообще в мае много разных праздников. К тому же это такой приятный переход из весны в лето. С маем связано много счастливых детских воспоминаний. И я уверена, что несмотря на все то, что происходит с нашим миром в этом месяце, я снова буду счастливая, буду радостная и вдохновленная. Сейчас многие блогеры непрерывно говорят о продуктивности в условиях самоизоляции, о том, как важно саморазвитие, пока мы сидим дома, о том, что нужно быть великолепным и совершенным человеком, когда все это закончится, и стать лучшей версией себя. Это, конечно, все замечательные идеи, но если у вас нет на это моральных сил, если у вас нет желания, если вы сейчас, допустим, смотрите это блокнотное видео просто потому, что вам хочется как-то отвлечься, и на самом деле вам вообще неинтересны блокноты и ежедневники, не заставляйте себя ничем заниматься, вообще никогда себя не заставляйте. Я верю, что не существует людей, которым нравится бездельничать, всегда хочется чем-то заняться, но нужно услышать себя, чего именно хочется. Ни кого-то другого, ни какую-нибудь известную личность, а себя. Без рассуждений о продуктивности, саморазвитии и всяком таком личностном росте. Просто живите свою жизнь и старайтесь, чтобы каждый ваш день приносил радость и спокойствие. Думаю, это все, чем я хотела сегодня с вами поделиться. Спасибо, что посмотрели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok